Всем привет, с вами снова Диана, и вот этим вот видео, я думаю, я закончу свою влог-вик, свою неделю влогов. Первое, что я хочу сказать, большое спасибо всем, кто писал, мне спрашивал, Диана, когда будет стоя наше видео, Диана, почему ты не выкладываешь видео? Это иногда, конечно, раздражает, вот скажу вам честно, но в основном это очень подбодряет, что ли, и хочет у тебя прийти домой и выложить видео на самом деле, потому что кто-то ждет, сидит, и я вам очень всем благодарна за это, это раз. Во-вторых, я знаю, я ужасный блогер, я просто, эх, иногда видео выходили два, видео в день, либо они вообще не выходили, либо они два дня вообще не выходили, так что я прекрасно понимаю, почему вы на меня обижаетесь некоторые, и это нормально, в принципе. Так что да, я знаю, я не кудричный видеоблогер, это два. Три, я хочу продолжать снимать, но в данной ситуации это все очень сложно, я даже сейчас наушники одела, и надеюсь, что аудио более-менее нормально, потому что у меня дома такое эхо, знаете, гул. И вот освещение, оно сейчас ужасное, у меня там куча теней сзади, это так некрасиво. Но если вы как бы с этим окей, то я могу снять видео на свой основной канал, на Про Корею, у меня уже есть все подготовлено, как бы я уже себе написала речь мою, скрипт мой, поэтому мне просто нужно сесть и снять нормально. И как бы, если вы не против этого аудио-видео качества, то напишите мне в комментарии, это раз. Это уже, нет, это уже три, это уже четыре. Вот. И еще что я хочу вам сказать. Давайте с вами поговорим. Вообще сейчас в моей жизни такой период очень странный и непонятный. Я очень не люблю неизвестность, я очень не люблю неуверенность в будущем, я очень не люблю это состояние, когда ты не знаешь, что завтра дальше будет. Хотя, в принципе, мы живем, да, с этим, то есть я просыпаюсь с утра, я не знаю, что мне сегодня предподнесет. Но сейчас такие обстоятельства, что я перешла в 11 класс, если кто-нибудь из вас не знал. И в моей школе 11 класс это самый главный класс во всей старшей школе. В каком плане? В том плане, что когда я перейду в 12 класс, а у меня в школе учится 12 лет, когда я перейду в 12 класс, сразу же после первой четверти мне нужно будет подавать документы в университет, который я хочу. И то есть мне в 11 классе нужно сдать уже все экзамены, чтобы мне было что показать институту, университету. И поэтому я сейчас очень стрессуюсь из-за этого. Я с собой даже принесла книжки, они там лежат, потому что я там занималась. Лежат книжки, TOEFL я буду сдавать, я занимаюсь усиленно, усердно. И я не знаю, мне очень страшно. Поэтому я очень переживаю на существ следующего года, каким он будет, что будет, потому что я беру очень много тяжелых уроков. И я не знаю, это очень пугает. И я не знаю, чего ждать. Но это меня меньше пугает. Дальше, что меня еще больше пугает, это куда поступать. Я говорила раньше, что я хочу остаться в Корее, но сейчас немножко планы поменялись. И я не знаю, я хочу поступить на фильммейкинг, то есть продюсирование, режиссирование, вот это вот все, это вот то, чем я хочу заниматься в жизни. Как бы меня это увлекает, и может быть, я не там прям не киноман, и я, может быть, не знаю всех великих продюсеров, режиссеров. Может быть, у меня нет такого, но мне нравится делать что-то с видео, мне нравится создавать эту картинку, мне нравится приводить в жизнь то, что я вижу себя вот тут. Для меня это очень важно, и мне это очень нравится делать, в общем так. И я хочу поступить на фильммейкинг. Чтобы это сделать, мне нужно поступать либо в Америку, потому что там самые замечательные институты с вами связаны, либо еще один вариант есть в другую страну. Но это тоже непонятно, я не знаю, что делать, потому что моя семья, как бы, они ждут от меня того, что когда я уже поступлю, закончу университет и получу профессию, я их задержать буду. Но, в принципе, это у нас так принято в семье, поэтому. Вот. И я не знаю, это очень страшно, это очень много ответственности. И вообще фильммейкинг это такое дело, что ты можешь никогда не стать знаменитым, ты можешь никогда не быть продюсером фильма, который выйдет в кинотеатрах в Америке, в России, где угодно. Ты можешь никогда не быть этим человеком, ты можешь никогда не показать свое творение людям. И это тоже очень страшно, потому что я очень хочу этим заниматься, но при этом я хочу, чтобы я смогла, знаете, хлеб на стол себе, что ли, чтобы у меня было. Это тоже все очень страшно. Еще мне очень нравится делать видео для вас, мне очень нравится получать какой-то фидбэк позитивный от вас. И я хочу заниматься ютубом дальше, я хочу создавать больше видео, я хочу накопить на камеру, хочу, чтобы у меня все уже было нормально. Хочу, чтобы у меня был штатив, камера, свет, микрофон, все. Но этим тоже надо заниматься, в это тоже нужно вкладываться. И я как будто бы, как белка в колесе, я вроде бы и тут, и там, и здесь, и вроде бы нигде. Я не знаю. Мне кажется, это слишком много информации для вас, и она неинтересна. В общем, я не знаю. Это страшно, это непонятно, и мне нужно что-то с этим делать. Так что да. Это то, о чем я думала на протяжении, наверное, всего лета, всего лета до сегодняшнего момента. И я очень переживаю по этому поводу, и я не знаю, что я буду делать, как я буду это делать, но я надеюсь, что у меня все получится, и да, я буду стараться, чтобы у меня все получилось, по крайней мере. Так что да, это была моя дилемма. Теперь вы, пожалуйста, напишите мне в комментарии, чего вы боитесь, и если у вас такой страх, как у меня, допустим, я ненавижу, вот, не знать, что будет потом, не знать, что будет дальше. Неопределенность, мне это не нравится вообще. Ни в людях, ни как вообще. И напишите мне в комментарии, хотите ли вы видео на первый канал, потому что я могу, все зависит от того, восприметь ли это вы нормально, как бы. Вот это вот все, ах, все так ужасно. Да, я вас очень сильно люблю, и простите, что это видео было немножко таким, знаете, пассивным, пессимистичным, но я вас очень сильно люблю, и пусть ваши мечты сбываются. Пока-пока.